запуск трансляции мы в эфире все добрый вечер сегодня среда я уже не сбиваешься точно среда и сегодня мы с борисом юровским автором канала неизвестная экономика ссылка на канал есть в описании чтобы если кто-то еще не подписался хотел бориса ставить больше подписчиков чем у нас на канале поэтому есть перекрестные есть 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 ну что будем мы сегодня говорить о разных вещах начнем наверно с того что мы прошлый раз не закончили тем более тут верховная рада нам подогнала тему для разговора потому что закон то а на системе пенсионной в раду внесен и но честно говоря его не читал поэтому я сейчас у борисовича спросим что же они там понаписали потому что я не я не читаю принципиально закон до тех пор пока они не приняты не подписаны ну чтобы заранее не расстраиваться у меня такая практика вот уже когда примут и подпишут уже будем читать а борисович уже положено читать заранее но мы забыли прошлый раз сказать самое главное что на самом деле пенсионную систему придумал даже не кайзер придумал круп на своих заводах когда боролся за то чтобы его специалисты не убегали на другие фабрики там было принято пенсионное накопление и что человек и он таким образом создавал условия чтобы люди у него работали как можно дольше и правильную систему придумал вот тут как бы надо было его упомянуть вот на он же придумывал для своего бизнеса мне иногда мои оппоненты говорят социалисты говорят ну что же вы против планирования вот капиталисты же планируют это капиталисты планируют для себя а социалисты планируют для других поэтому круг правильная система был давайте вот с этого начнем поэтому я призываю всех предпринимателей больших маленьких не дожидаясь чего там примут ничего хорошего они не примут во всяком случае это верховно рад сейчас об этом скажем для своих работников создавать договоры долгосрочного накопительного страхования жизни божий избавь не тип и чтобы они слип тем путем вот который вот сейчас предлагается поэтому правильно вот это такая вот система корпоративная пенсионные можно назвать но во всяком случае собственник сам добровольно для своих работников осуществляет накопление было такое выражение но вот я достаточно много как бы находился среди тех кто занимается продвижением этих страховых продуктов они говорили это золотые наручники но я думаю что это перебор никакие конечно не наручники человек может уйти сколько он там как бы накопит но это социальный проект вот это вот то о чем мы говорим что если предпринимание как говорят сейчас бизнес должен быть ответственным он должен быть ответственным только не по указке сверху а по как говорится золу души и тут какими мотивами он руководствовал за удержанием персонала или как бы повышением производительности труда или просто социальными мы не знаем думаю что всеми тремя да как умный человек поэтому это правильное дело если бы наши бизнесмены вот не ждали бы каких-то законов а сделали бы то что уже сегодня можно делать работают в украине первоклассные страховые компании и зарубежные в общем-то и наша есть одна украинская ну как наша понятно что ее зарегистрировали там на фсоры зарубежные всякие далекие но все знают кто ее владелец один из наших крупных бизнесменов и на отчестве вы сергей леонидович а вот а дальше догадываетесь вот хорошая компания очень хорошая банка у него целых две штуки очень неплохих вот поэтому надо делать то что есть сегодня ну вот поэтому еще раз еще раз тем более что пока даже какие-то там пусть и копеечные налоговые льготы еще пока есть для работодателей которые вот это делаю пользуйтесь пользуйтесь и для работников вот а что касается то что придумала вот эта вот группа третякой по моему мы об этом уже как бы достаточно много говорили тогда ну давайте еще раз они предлагают следующую вещь дополнить солидарную систему никто с ней ничего делать не собирается еще обязательные накопительные системы причем часть взносов там начинать они планируют и окончательную редакцию не видел с чем они вот там подали там позавчера или когда-то планировалось вначале два с половиной процента у работника из зарплаты вычитать на эту сумму уменьшить там ндфл допустим да и два с половиной процента должен прокладить работодатель на эту сумму уменьшить единый социальный взнос вроде как бы сколько платили столько и будут на эти суммы пойдут накопление и как считают будем вам счастье я говорю ну давайте прежде всего посчитаем вот для чего они этот огород городят ну допустим средняя зарплата нам для удобства считать 10 тысяч да но если пять процентов взять два с половиной плюс 500 гривен да но считайте потом отбрасываю все расчеты которых мы в прошлый раз много делали допустим на 500 гривен вырастет у людей пенсия месяц потом это какую-то проблему это что-то кому-то даст можно сказать кому это даст это даст тем кто теперь пристроиться к этой громоздкой совершенно как бы безумный системе администрирования вот этих вот взносов то есть мало пенсионного фонда где сидит там куча разного народа но они вроде как бы сказать они принципе то польза с них никакой но они подчета реальная делаю дата пенсии считают вот и если сейчас налоговая проверяет ну вот поступили ли деньги ну какая то у них хоть работает а эти чем будут заниматься они будут заниматься вот чем что теперь каждый работник должен исключительно добровольно выбрать себе негосударственный пенсионный фонд а эти негосударственные пенсионные будут не просто так их надо подготовить документы получить на них лицензию потому что не всем же еще дадут там куча всяких требований вот значит будут теперь те кто заинтересован в этом деле учредительные документы вот подавать их в регуляторную органу да потом когда это все наконец утвердят скажет вот есть у нас негосударственные пенсионные фонды пожалуйста вот ты тут работаешь я знаю там младшим программистом старшим там менеджером по продаже уборщицей тоже хорошая работа полезная почетная выбирайте негосударственные пенсионные ну как они выбрать могут каким образом они это будут делать никаким образом это делать нельзя тем более полной разницы между ними не будет никакого но теперь с каждым индивидуально над договором заключается знаете сколько классной работы себе а что такое негосударственные пенсионные фонды это собственно фикция там сотрудников нет это только так сказать баланс у них только есть вот а все договоры учитывает отдельная фирма называемая администратором создается еще юрлица сколько работы и юристом и бухгалтером и управляющих надо набирать да потом собирает создается дальше что ну собрали вы деньги как что с ними делать мы будем инвестировать мы это кто значит заключается договор так называемый компании по управлению активами да в основном это банки будут то есть кто лицензию получит а где-то те кто называется у нас торговцы ценными бумагами они шумные да ну еще и с банком-хранителем надо такого то есть столько надо придумать электронных бумаг все что-то надо учитывать нужны компьютеры в результате системы это очень расходная поэтому из тех 500 гривен которые будут собирать в месяц я думаю нужно значительную сумму как бы направить на то чтобы содержать всю эту как поприличнее назвать шайку управителей да вот им же надо зарплату платить никто из них там на три тысячи гривен не пойдет они будут получать много да это все хиевские фирмы будут понятно в киеве зарплата большая или зарплату если надо начислять и мдфл безумие поэтому у меня есть только одна надежда что сегодня вот эта самая так называемая монобильность там фракция зеленых она не такая уж и монобильность и все таки там оппозиция какая не есть она вот это все провалит и этот кошмарный закон принят все таки не будет вот ну если примут но будет еще одна лопасть мало ли у нас их как бы было поэтому если кто-то нас слушает из так сказать политиков я знаю что слушает хоть понемножку но мы им вкладываем ребята провалите вот это вот все любыми способами это никому не нужно вот кроме тех людей которые уже там намылились на высокую заработную плату ну а да еще следующий вопрос ну вы же соберете деньги часть вы на зарплату себе потратите качественно аренду компьютер ну господи там такие расходы но мы с вами знаем что это что это все как бы доменные имена там регистры да страшное дело да теперь все таки что то же останется да что с этими деньгами делать это вот компания по управлению активами ну куда она будем прямо говорить запротворить закон он определяет что можно только лишь определенный вид акций покупать а главное государственные облигации поэтому я вам сразу скажу все эти деньги пойдут в бюджет через облигации но к тому времени дай бог уже военные облигации не нужны будут но в этом они деньги все равно все уйдут в бюджет и то что останется ну как и пенсионный фонд сегодня у нас государство да чтобы люди пенсию получили нужно сначала накормить кого сотрудников пенсионного фонда да там не такая высокая зарплата но их там много вот плюс помещения ну что там говорить компьютеры все дорогое дело и вот тут какие-то гроши которые останутся значит они наверно попадут части каким-то приближенным акционерным обществом которых украине практически нету которые бы свои акции открыто продавали ну разве кроме банковского сектора туда еще но банковскому сектору увеличивать свой уставный капитал за счет выпуска акций вот на эти суммы смысла нет никакого банки не так работают поэтому это закон который ничего никому не дает кроме тех людей которые хотят получить там себе хорошее тепленькое место стать заместителем директора администратора управляющей компании или новая должность теперь банки попадется банк-хранитель там же менеджеру по хранению пенсионных денег отчетность же надо подавать о отчетность значит там будет кто-то еще отчетностью заниматься безумие вот это вот этапизм это как бы такой вот наглядная демонстрация вот глупости поэтому с другой стороны то что я вот и говорил у меня есть предложение как правительственную реформу причем самым этапизмским способом никакого в том что я скажу сейчас либертарианство нет если бы это действительно что же разные бывают если они были бы умные они бы вот таким путем прошли делается это очень просто принимается решение что с 1 января какого-то года начисление страхового стажа прекращается у кого 20 лет есть ему по 20 лет потом начислить государственную пенсию у кого 10 тому 10 у кого 50 кому 50 старым пенсионерам которые уже получили пенсию все надо выплачивать но если постепенно начинает снижать быстро снижать нельзя потому что надо старым платить а всем другим говорят ребята а теперь вы вместе с работодателями сами решайте как вы будете накапливать способов много мы с вами называли кто-то умный и еще добавить и все и пройдет какое-то время естественное убыль населения вот пенсионера будет становиться постепенно меньше а сейчас же и больше с каждым годом со временем можно будет постепенно стяжать ей свои это чистый этапический подход я не предлагаю ничего отменить никого убрать а просто разумный человек он бы так продлил бы существование вот этих своих структур а иначе вы же сами себя загоняете ну кому мы там обращаемся я не знаю хоть говори хоть как бы на дудочке играй даже без толку вот поэтому с Ярославом Роменчуком как-то мы разговаривали я вам что-то говорю ну кого вы хотите в Украине убедить мне просто удивительно кого тут ничем не убедишь из вот этих вот людей люди совершенно им ничего не вдалбишь но в принципе даже вот Верховная Рада прошлое не были люди с которыми можно было разговаривать которые что-то понимали в экономике вот ну сейчас там они немножко ну в европейской солидарности там несколько человек есть даже южанин ну допустим на грамотный специалист парочку человек из там в этой как она просила сама голос 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 в Батькевщине есть всех десяти разумных людей вот ну вот все которые пришли я не знаю может вы знаете кто там есть кому там что можно рассказать бесполезно совершенно поэтому дальше мягко переходить к тому что после войны первый вопрос который стоит на полностью постели постепенно отказываться вот вот этой системы которая называется всеобщее избирательное право или демократия и которую правильно называть олигархическое охлократия а если грубее сказать то быдлократия да ну люди эти не могут никакого выбора сделать они выберут сделать такую какую фильм сделать пикинушку покажут такой они сделают а самое ужасное что у нас сколько 7 миллионов находится за границей и они там продолжают находиться а эта трагедия страшная они потом приятно ничего тут выбирать кого-то будет и что это за люди на тех мужики которые просто драпанули отсюда я не просто говорить не хочу для меня это люди не существующие дальше есть конечно женщины у которых разрушены квартиры я понимаю в харькове разрушена два района полу но остальные это целые полностью разрушен практически изюм волчанского за те города которые хорошо держать и очень сильно пострадали вокруг харькова я не говорю маленькие поселки там разрушена полностью понятно как раз большинство из этих людей за границей не уехали а уехали кто уехали дамочки у которых тут все целом мужья у них воюет они работают потому что кому нужен фронт без тыла за что воевать правильно ребята спрашивают за что воевать не в смысле как бы вот таком вот что за страну а люди где те которые они замечают дамочки вернуться так человек думает ну хлопцы тут ждут сильно они все других нашли кто и на них слушает я вам рассказываю они что думают они сильно нужны кому-нибудь значит приедут права будут качать рассказывать что что-то или что-то поэтому ситуация крайне трагичная и когда мы начинаем говорить о том что мы будем после войны какие делать экономические реформы так тут есть вот такие вот организационные как назвать или социальные вопросы и они страшные вот на них закрывает глаза и наше как бы правительство ну кто-то там что-то делает я понимаю нельзя сказать что там совсем но это явно не то качество работа и не тот объем который был нужен колоссальная проблема возникнет колоссальная проблема замочки уехали у них мужья погибли они даже на могилы не приезжают я что это знаю хорошо но зато они вышиванку надели и думают что они теперь тут какие-то права и сберут и будут избирать кого нет нельзя тут решать вопрос как бы радикально другое дело пофантазировать можно конечно у меня есть фантастические предложения их реально реализовать поэтому ну либертарианцы вообще люди фантазеры рассуждают там об государственном обществе это пока доблости либо теории либо фантазии это можно порассуждать вот поэтому когда мы говорим о реформах а как там будет нужно понять что вот нахлынут люди что вы будете с ними делать работы у них нет многих уже не примут их бывшие родственники да а есть и те которые действительно приедут у них им негде жить но они как эту проблему да там законы приняли мы знаем я могу сказать как это реально сделают я понимаю что в конечном итоге дома построят деньги получат местные органы так называемого местного самоуправления которые не местного и не самоуправления деньги они эти получат они их освоят дома построят людям квартиры дадут поэтому у меня сомнений нет будут они в коммунальной собственности жить квартиру с вами дали говорят давайте мы этим людям дадим деньги я думаю что это еще хуже вариант вот им сейчас дать деньги и как они объединятся да это еще хуже поэтому ситуация из которой вообще хорошего выхода нет тут надо на долгую перспективу смотреть и быть таким как бы вот стратегически мыслящим человеком понимая что сегодня можно сделать а что нельзя но говорите стараться ну что значит войну окончить это что же вопрос что как что под этим понимать разгром как бы путинских агрессоров разгром военный этот произойдет я думаю это недолго осталось ждать но от этого война не закончится даже если будет потом какой-то подписан договор война не закончится это должны как бы вот прежде всего украинские граждане понять до тех пор пока будет существовать такое геополитическое образование как российская федерация война не закончится поэтому я очень хорошо отношусь к тем как хорошие русские они так сказать борят против Путина очень хорошо но когда я слышу лозунг за Россию за свободу я честно говоря в ужас попадаю там не может быть в принципе никакой свободы а сама Россия придумала кем придумала украинскими философами а прежде всего Феофаном Прокоповичем началось все с Богдана Богдан у вас как бы в Украине у нас герой но вы мне найдите хоть один город в России где бы не было улицы Богдана Хмельницкого найдите нету Богдан Хмельницкий это герой России а его сделали вам здесь героем Украины а вот с какой стороны не поверни он ничего хорошего ну ничего найти невозможно и вот эти вот вещи к сожалению они очень тяжелые и от других не будем поднимать поэтому вот они ментальные они вот вот эти и она будет все крутиться поэтому вот мы должны конечно как гибертарианцы говорить людям что возьмите в руки себя да у людей у народа ну потребим такой термин объяснять что это должен быть лидер конечно должен быть но вопрос кого вы лидером себе изделять если вы лидером чего считаете Грушенского ну извините таким лидером мы далеко очень-очень зайдем все что смогли как бы там не знали только как продать потом академиком Академии наук СССР был его считают что он тут как бы лидер ну вы с этой стороны посмотрите поэтому война она будет на разных фронтах идти прежде всего на себя надо очень жестко посмотреть а врагом объявили Пушкина ну какой Пушкин враг смешно я специально Полтаву перечитал ничего я там не вижу антиукраинского он там Украина слово употребляет там в Полтаве вот эти вот строчки замечаем тиха украинская ночь прозрачное небо звезды блещут да Путин сказал что Украину придумал Ленин какой Ленин Пушкин писал об Украине еще когда 1800 какой там был год поэтому надо же понимать кто враги а кто а если бороться не с теми с кем как бы нужно то какую тут экономику строить без тыла ничего не получается без тыла нет это вот такое у меня получалось как бы длинное может быть немножко эмоциональное да такое вот рассуждение оно направлено и против наших остей как кажется можно влацев так оно и против тех людей которые в общем-то говоря должны бы задуматься вообще не задумываются так что ж тогда будет новая война вот и оно будет продолжаться вот вы с кем хотите мир подписывать вот мне очень интересно спросить вас и ну много много очень вопросов которые мы наверное должны пусть наш голос и не такой сильный но все таки поднимать говорить чтобы задумывались а проблемы будут страшные то есть в дальнейшем как бы рассчитывать что будет какое-то как бы вот счастье тут сейчас к войне уже как-то привыкли вот я по Харькову смотрю я помню я 18 марта прошлого года приехал в Киев я помню Киев какой был в Киеве были где-то мне всегда полтора потом вернулись в Харьков и Харьков обстреливали потом очень долго постоянно люди привыкли вот сейчас хочешь поехать у харьковчан есть такое как бы примета если воздушную тревогу объявили значит точно по Харькову стрелять не будут потому что по Харькову сначала пролетает а потом только дудит вот эта вот дуделка страшная а потом на дуделку не реагирует никто на взрывы кстати тоже это пожалуйста вот единственное кто банки закрываются у нас по-прежнему непонятно почему когда банки закрыты все другие работают никто не обращая внимания то есть люди привыкли к этой жизни настолько привыкли что как они будут переходить к другой какой должен быть как бы идейный вот человек такой вот как говорит лидер который скажет людям людям надо объяснить как жить потому что говорят сами по себе вот сам по себе из головы самый по себе из головы он может избрать то что вот они из головы поэтому нужно чтобы им объяснили должен быть лидер. Поэтому мы должны все-таки как должны, в смысле, о чем мы этим занимаемся, даже никто не платит. Время многое уходит. Мы надеемся, что что-то мы полезное говорим. Хотя понимаю, что могу заблуждаться. Ну, давайте вернемся к... В ваших комментариях и вопросов конкретных, а то я, наверное, немножко не туда уехал в своих рассуждениях. Давайте вернемся. Раз уже начали говорить о том, что демократия плохо, куда мы идем в другом случае? Какая альтернатива может быть? Ну, сразу скажем, что никакой альтернативы демократии с точки зрения этатистов или привычки правительства внедрять не будет. Мы можем только говорить о том, как оно должно быть. потому что... Ну, например, английский парламент, когда принимал, представлял тех, кто платит налоги. Они сами платили налоги в свое время. И они же заседали в парламенте и решали, сколько денег выделить королю на его забаганки. Ну, то есть глобально, конечно, тот, кто платит, тот должен заказывать музыку теоретически. То есть госчиновники уже не могут... Военные, все, кто получали из бюджета, уже не имеют права таким образом участвовать в выборах. Хорошо, мы их отсекли. Кого еще мы отсекаем? В принципе, каким должно быть как бы безгосударственное общество? Это же как бы не Мизис и не Ротборд придумали. Это все давно было известно. Я как-то сейчас не буду как-то о своем языке говорить. Почитайте вот толстая книга «Православная Библия», пожалуйста. Там еще написано, как это все возникло, откуда это все появилось. При этом англичане, конечно, ну, англосаксы есть англосаксы. Они умнее всех оказались. Вот у них капитализм весь возник. В период монархии. Его разваливали демократы. Начало все, естественно, с французовского. Они со своей революцией, прости господи, их парламентом. Тогда же Кандерсе написал свой труд знаменитый о невозможности демократии. То есть, это было доказано. За что ему голову срубили? Ну, нам, надеюсь, как бы все-таки нас пощадят. Вот нам ничего, как бы, не срубят. Ну, Кандерсе срубили. А он все это чисто как математик, он объяснил. Да ничего не выйдет у вас в своей демократии. У вас будет коалиция на коалиции, будут группы, вы будете, как бы, заниматься чем? Интригами политическими. Все объяснил человек. Вот. Поэтому английский, пусть он, как бы, даже выглядит декоративным, но это то, что всегда может взять, как бы, власть. То есть, там непрерывная власть и возможно. Да, конечно, если люди, люди могут жить без царя, без монарха. Хотя долгое время они живут с монархом. Почему? Ну, это тоже библейская, как бы, история, поскольку, наверное, не все знают, а пересказывают долго. Значит, я могу сказать вот что, что люди нуждаются в руководителе, когда у них нет четкого представления, я даже не хочу сказать идеологического, а именно, как бы, мировоззренческого, философского. Когда они не знают, как надо жить. И когда они не готовы соблюдать правила, я не хочу сказать законы, мы говорим о праве, то есть, о правилах, вот, без всякого, как бы, насилия. То есть, они должны быть к этому готовы. Если у них возникают разногласия, они к кому идут? Они идут к знатоку права. Вот, и этот знаток права решает, не нужны вот эти дикие суды с этими присяжными, прости господи, заседателями и прочим, что они там могут разобраться. Ничего и никогда. Поэтому это все окозамыливание. Поэтому правильная система, да, монарх. Да, он собирает парламент из уважаемых людей, они из всех подряд, которые могут оценить предложение этого монарха, что он хочет делать с теми деньгами, которые собирается. Уважаемые люди говорят, что, значит, твое величество, ты тут, как бы, немножко сильно замахнулся. Вот на кошку королевскую мы денег не дадим. Ну, а балы, ну, это святое дело. На это выделяем. Да, флот будем создавать, да, конечно, очень нужен. Армия должна быть, конечно, сильная, потому что все эти добровольческие армии, как бы, это все хорошее дело, но должно быть специальное военное сословие. Человек всю жизнь должен посвятить. Тогда он воет. А иначе это все ерунда. А сейчас так тем более при такой технике. Да, на это нужно выделять деньги. В Украине могла быть такая система, я могу пофантазировать, сказать, сегодня, сейчас после войны, генералитет украинский, да, и, возможно, полковники генерального штаба должны выбрать Гетмана. Они должны быть выбраны. Вообще, руководитель должен быть обязательно военным. Обязательно военным должен быть, тем более в Украине, которой воевать придется еще долго. Если не вот таким вот образом, то во всяком случае отбиваться от... А там еще у нас есть друзья вот эти вот, как бы, про которых у Каши Каскады, они говорят, плохо ты, друг, знаешь Мадьяров, да? Вот. Старый сапер Водичка говорил, Швейко говорит, когда тот говорил, виной Мадьяр не виноват, что он Мадьян. Ты, говорит, плохо их знаешь. Там еще будет чего. Потому что Украина должна, как бы, для себя представить. Украина правонаследник, правонаступник. У СССР, извините за выражение, до СССР никаких вот этих границ не было. И Украина многонациональное государство. Это не Польша. Ничего вот тут, как бы, по-другому нет. Это придется признавать. Вот. А чтобы признавать, должен быть авторитетный человек, который говорит, я это не просто защитить могу. И у меня вот в войске сложат разные люди. И всем мы их уважаем. Вот. Само название, как территория Украина, появилось раньше, чем эти слова украинец. Это тоже хорошо понимать. Украинец уже в пранку туда вот относится. вот к нему. А Украина до этого слова существовала. Вот. Казаки, которые, они считали себя казаками. Они, ну, как бы, слово украинцы. Вообще казацкое происхождение. Турция больше сюда. Казацкое. Оттуда слово пришло. Простой народ, который жил, либо не знал, кто он такой, либо они считали себя русинами. Это тоже, как бы, я тут никакой Америки не открываю. Это все, как бы, известно историкам. Поэтому вот тогда можно было бы о чем-то говорить. Вот. Тогда бы парламент собирался и рассматривал бы бюджетные расходы. И собирался он бы только из тех, кто в этом участвует. Кто сегодня это, как бы, допустит? Кто вообще с этим согласится? Кому вот то, что мы говорим, нужно объяснить? Объясняю, они же копы не читали. Мы с вами читали, так мы знаем. Демократия, не звернутый бог давным-давно. Но за это копы выгнали с Америки. У нас, надеюсь, не выгнали. Мы же патриот. Пока нет. Пока нет. Настоящие они, демогоги какие-то. Поэтому вот так должно быть. Ну, а дальше можно обсуждать. Я против всех этих всенародных обсуждений. Там сейчас вот говорят, давайте конституцию новую писать. Это конституция плохая. Ну, плохая она, да. Ну, вы ее напишите об этом, как вы ее будете обсуждать. Я помню, вы, наверное, не помните, когда Брежневскую конституцию обсуждали, да? Это был такой, как бы, тоже он вот. Нужно организовать обсуждение конституции, чтобы были выступающие. А что предлагать? Ну, вот ты это предлагаешь, и это предлагаешь. Это обсудили. Ну, что, мы даже, я учился в четвертом классе, тем не менее, мы все равно, или в пятом, все равно мы обсуждали конституцию. Да, да, да. А в детском саде, я тоже помню, у детей. Да, да, да. Там проводились. Да, было. И великим достижением было, что в конституции заменили строчку, что женщина имеет с мужчиной равные права, на строчку женщина и мужчина имеют равные права. Поэтому я, печатаясь в голову, просто неизвладимый след еще с детства. Вот о чем речь. То есть, какой-то основополагающий документ нужен быть, если мы пока исходим из того, что эти люди не смогут прожить без власти, которую мы можем называть, там, паркловительством, можем называть государством. Это отдельная чисто теоретическая тема, и не хочу ее касаться. А вот, то есть, очень важно. Ну, вот, понимаю на практике. Ну, да, сегодня эти люди без власти жить не смогут. Им она нужна. Ну, давайте хотя бы хоппу почитаем. То, что мы же говорим, это тоже я придумал. Хотелось бы считать себя таким умным, но нет. Хоппу влияние. Когда хоппу почитаешь, почитаешь. Десота, Десота, большая умница. Он недаром, как бы, вот, сказал, что говорит, ну, что про ксиологию Мизис, понятно, Мизис гений, но Соломанская школа, как бы, католическая в Испании, это все писала за Мизиса за 200 лет, или даже больше. Поэтому эти все идеи, как бы, известны. Важно, чтобы человек их сформулировал для современного ему, как бы, читателя. Вот. И оказывал влияние, понятно, ну, что Соломанская школа, как бы, интересно, на кого они влияние оказали. Ну, по каких-то тех людей, наверное, да, потому что Испания была более-менее процветающим государством в определенное время. Там науки развивались, да, ну, как бы, властью католической церкви. Но там и другие были там проблемы, типа инквизиции и так далее. Вот. То есть у всех были какие-то, вот, ситуации. Но сейчас, если мы говорим, вот, о том, что предстоит Украине, так в Украине, первая проблема, без денег ее не оставят. Денег сюда нальют столько, сколько будет надо, и даже гораздо больше. Вот. Меня этот вопрос дефицита бюджета не волнует, и понимаешь, что эти долги потом спишут. Этот вопрос меня не волнует. Меня волнует, вот, будет ли построена какая-то либо организационно, употребим термин, правовая система, хотя это имеет в виду не право, а закон, конечно, вписанный, вот, которая даст возможность потом здесь, вот, на этом грунте, так, что ли, формировать, найти людей, которые способны понять идеи прохсиологии, каталактики, которые способны понять копу, чтобы хоть с кем-то было разговаривать. Вот с кем сейчас разговаривать? Ну, есть люди, но это настолько мало, я имею в виду и все, кто вот при Владе там вот идет, и настолько мало, и настолько они сегодня ни на что не влияют, что, ну, может, нас пошло с этим. Ну, мы с Датарем обсуждаем, он считает, что при Владе там нет таких людей, в принципе, ну, и мое общение с этими людьми, к сожалению, таких людей нет. Доход быть точно ни одного, к сожалению, нет. Нет, но я знаю, в украинском правительстве в 2014 году были люди, типа, Айврос Абрамович, когда приехал сюда министром экономики, да, он же сказал, что моя задача ликвидировать это министерство. И он, собственно, шел, чтобы ликвидировать. Но его запала хватило на три месяца или на четыре, после этого, в общем, все закончилось, и кроме создания Прозора, Абрамович, он не помнит, да. А это почему происходит? Это вот тоже очень важный момент я хочу сказать, потому что надо понимать, с какими людьми ты имеешь дело, с какими представителями народа, какой у них там характер, или как-либо он выражается, душа, вот эти вот вещи. Если этого не понимают, то предлагают те идеи, которые здесь восприняты быть не могут, поэтому надо предлагать то, что можно воспринять. Почему я говорю Гетман? Гетман будет воспринять? Ну, не знаю. На счет Гетмана будет не уверен, честно говоря. И опять же, из кого выбирать? Тут есть проблема. Потому что мы все-таки... Нет, вопрос, кто будет выбирать? Из кого-то есть. Вопрос, кто? Вот же в чем все дело. Вопрос, кто? Если это опять будет вот такое всеобщее, это ведь страшно даже не всеобщее вот это право. Страшно то, что людьми потом манипулируют. Если бы сказали бы все, тогда все, никакой пропаганды, никакой вот ничего, но так в принципе где-то в начале 90-х люди там выступают с какими-то программами, тоже глупость была, но хоть что-то. А во что же это потом все вылилось? Манипуляции людьми, вот и все там в ленточке зеленые, померанчевые там еще какие-то вот, давай такую ленточку оденем ходили они с этими ленточками зелеными. Выбрали. А до этого с другими ходили. Я лично ничего не имею против тех людей, которые голосовали. А ими сманипулировали. Как ими манипулируют всегда. А до этого Януковича выбрали. Вот молодцы. Ну что тут говорить? Говорит, так выбор нет, извините, выбор был. был из двух зол, все-таки выбирают то золо, но которое меньше вреда. Но если уже такая система, но вы же умудряетесь всегда избрать то зло, которое самое злое зло. Почти всегда, так сказать. Аккуратно. Ну тут я не соглашусь. Украина всегда выбирает все-таки на троечку. Не самое страшное, потому что есть варианты. Всегда есть куда хуже, есть всегда куда лучше. У нас в стране... Я тут вам не оппонент, наоборот. У нас же в стране всегда не так хорошо, как хотелось бы, но и не так плохо, как могло бы быть. Это да. Мы по этому принципу живем постоянно. Это да. Характер народа, да, вот он состоит в том, что при всем притом, и чтобы тут дальше не нагородили, я думаю, что Украина все равно окажется... Во-первых, когда говорят, Украина самая бедная страна. Больше глупости придумать не важно. Она официально по статистике бедная, но что-то бедные есть, но ведь не так много. На самом-то деле прибедняющихся много видов. Вот я бедный такой вот, это самое, да. Нет, и она все равно останется свободной. В этом смысле очень характер похож на англосаксов, вот как тот же Либон говорит, да, у них не так важно, какие у них там будут институты. Они все равно будут англосаксами. Мой дом, моя крепость, и туда не полезно. Украинцев тоже есть, но все равно слушать ваше начальство не станет. Принимайте там хоть какие законы, хоть что вы там еще примете, какой еще пенсионный фонд. Все равно это все у вас провалится, как этот Гетманцев с этим своим налоговым истином. Сразу же мы говорили, ребята, ничего, это у тебя не получится. Я не говорю даже хорошо или плохо, просто ничего не выйдет. И с этого вот то, что там придумали, даже если примут, ничего с этого не получится. Оно провалится. Поэтому, вот, народ, при всем при том, он выживет, но проблемы тяжелейшие. Вот, и, конечно, тут желательно, чтобы были разумные люди, интеллектуалы с характером, которые могут подсказать решения как теоретические, так и практические. Вопросы? К практическому вопросу, если у нас там еще немножко времени осталось. Да, у нас есть Смотреть конкретнее, а то мы как бы, я вдался на это. Вы больше, да, больше теория, но давайте к практическому. Давайте. Какой вы, например, Ну, так мы, мы почему, мы же так и не дошли, собственно, о ваших предложениях, что мы делаем после победы. Ну, хотя бы даже не после победы, потому что, как вот выгоняем россиян за границу. И при этом, вот, у нас объявляется победа. Что мы делаем дальше? С вашей точки зрения, что необходимо делать? Прежде всего, надо людям вернуть то жилье, которое было разрушено. И тоже скажу, вещь может быть не очень, как бы, популярную, отвечать за это должно правительство Украины. А вот откуда оно возьмет деньги? Получайте репарации. Займитесь серьезно получением репарации арестом активов за границей. Этим надо заниматься и можно заниматься серьезно. Работают, мягко говоря, на два с плюсом. В лучшем случае вот этим и занимают. Гораздо больше можно было вернуть людям. Нужно вернуть жилье. И неважно даже будет, каким оно, это жилье будет. Людям жить негде сегодня. Им не до рассуждений о вопросах, как будет собственность и так далее. Им нужно обязательно дать жилье. Следующая вещь. У нас есть программа, которая достаточно для этого лидера должна быть. Которая была прописана Людвигом Эрхатом. Он говорит, пожалуйста, мы принимаем следующее решение о том, какие нормативные акты мы оставляем, а все другое перестает действовать. То есть мы не будем сейчас носить поправки. Это безумие совершенно. Там будут сидеть сотни людей и ничего все равно не сделаем. Мы оставляем некоторые нормативные акты. Да, мы не можем сегодня отменить нормативные акты, регулирующие банковскую деятельность. Это была бы полная революция. Я понимаю, что этого не будет. Но отменить регуляторные акты, которые касаются вопросов контроля, извините меня, зарплаты и трудом, все вот эти вот вещи, отменить всякие законы, касающиеся минимальных зарплат и всего прочего, мы можем сделать, мы можем отменить вот эти все совершенно дикие инспекции. Многие из них и так фактически не работают. Я, честно говоря, совсем секретный план. Если я вообще полицию протрудную ликвидировал и перерезал бы эти функции территориальной обороны. А полиция нужна какая? Уголовная нужна. Вот преступление есть, приезжает эксперт, приезжает следователь, приезжает инспектор, который будет расследовать. Вот это нужно. А что нужны вот эти вот ребята, которые гоняют на этих автомобилях? А терробарона нужна, плюс эти люди пользуются большим авторитетом в обществе. И они должны за порядком следить. Я вот, детство мое прошло в военном городке, город назывался именем украинского генерала Черняховского, находился в Германии, к Советскому Союзу присоединили, город Черняховск. Мы там в детстве ни одного, как мы говорили, Мильтона не видели. Военные патрули, все, больше никто. Порядок идеальнейший, абсолютно идеальный. Ничего не было, ни грабежей, ни насилий, ни драк, пьяных, ну не было этого. Хотя, когда нас сколько мужиков живет, ничего нет. Военный патруль идет, и всем сразу становится спокойно и весело на душу. И все спокойны. Он идет тебя защитить, он тебя не схватит, не потащит, да и тащить-то ему некуда. Тебя он может домой проводить, если там детей провожали, иногда говорили, куда? Военные. Вот это было бы нужно. И сразу экономия на зарплате. Судебная реформа страшно нужна. Тут отдельные рассуждения, ее в принципе сейчас и можно теоретически провести, потому что половина судей разбежалась, половина как бы заявления написала сегодня, по полнейшей некомплекту. конечно вопрос так называемой зарплаты судей надо решить. Это безумие. Те оклады, которые им дали, это пожизненное содержание, это безумие полное. Думают, что если ему платить там 500 тысяч гривен в месяц, так он честно судить будет, что ли? Безумие. Вот. Я опять говорю, чистые элитические реформы, никакого тут даже и либертариатства нет. Ну и главное, конечно, что надо убирать, это то, что связано с пенсионной реформой. Я уже сказал, как ее надо делать, потому что это страшно. А следующий это вопрос пошлины. Так, пожалуйста, надо входить в таможенный союз, хотя бы на тех условиях, на которых возгла в Турции. Мы хотим, чтобы на таможне во-первых, этих страшных лиц не было, и платить там ничего не было. Так, пожалуйста, вас в Евросоюз не берут, так административно может и не надо, но надо идти на то, чтобы был там у вас движение такое же, как между Германией и Францией и Бельгии. Вот это, об этом должны работать дипломаты, на этом попроще, а не на вот мы вступим в Евросоюз. Что вы под этим понимаете? Что еще 33 дурацких директивы будете выполнять? Давайте в таможенный союз с ними войдем, и все, и нормально будет, и не будет вот этого вот продакционизма. Он продакционизм сегодня все равно никому ничего не поможет, промышленность развалили уже до предела. Налоговая реформа, налоговая реформа нужна, тоже абсолютно понимаю, как ее татистическую надо сделать, понимая, что без НДС сегодня в рамках вот этой вот как бы парадигмы мы не обойдемся, но мы должны перейти на администрирование НДС, другое, это должен быть кассовый метод, администрироваться он должен через банки, тогда это можно делать, поступившие деньги, там спецсчета и сегодня есть, но нужно без этого безумия, без этих налоговых накладных, без лимитов, я не буду это рассказывать, кто не знает, он как бы счастлив, хотя, конечно, когда люди не знают налогового законодательства, кто-то там рассуждает об экономике, это для меня так немножко смешно, но не буду сейчас как бы рассказывать, то есть, как бы, да, конечно, в НДС мы сегодня реально не уйдем, я уже говорил на следующем этапе, когда удастся создать более или менее нормальное предгрунте, для того, чтобы во власть приходили разумные люди, вот, тогда с ними можно будет говорить и тогда можно делать реформы, да, эта идея не, но она в какой-то мере идея Хоппы, потому что Хоппы говорит, мы решаем на теоретическом уровне, до этого ничего не должно быть, но это сейчас мы не отменим, мы должны просто дать людям возможность иметь меньшее дело с государством, меньшее дело, вот, Абрамович правильно говорил, давайте это безумное министерство уберем, какой экономикой такой он занимается, хотя в Германии Эрхард был министром экономики, так он занимался экономикой, а у нас чем занимается, выдает лицензии, за деньги, да, вот, поэтому, конечно, это надо постепенно убирать, конечно, логовые реформы, ну, а НДС и Единый социальный взнос, в начале заработной платы, вот, что, собственно говоря, создает проблемы. Налог на прибыль, этот, как вот пытаются с ним бороться, там, вести налог на выведенный капитал, я говорю, ни в коем случае этого не делайте, почему, потому что, что такое прибыль, в общем-то, понятно, а вот, что такое выведенный капитал, это будет полный произвол, вы будете платить налоги со всего, вот, я же читал этот закон о проектах выведенном капитале, там, со всего надо платить налоги, заплатил единщику, плати налоги, да, предприниматель, это выведенный капитал, выведенным капиталом можно обознать все, что угодно, нет такого понятия экономического, это такой уже даже не этатистский прием, абсолютно безумный, прибыль понятна, но есть способы ее расчета, вот, пожалуйста, если бы в налоговой, налоговую же развалили полностью, там сегодня специалистов нет, которые способны баланс проверить, то есть, поэтому ситуация, вот, тяжелая, но для предпринимателя это и хорошо, будет вести в учет пока, мы же не можем пока в рамках этой парадигмы сказать, что без налоги грабеж, да, это понятно, я первый, как бы, об этом всегда буду говорить, но если речь идет о том, что реально можно сделать, так вот, это можно сделать, да, занимайтесь репарациями, да, входите в таможенный союз, да, отменяйте эти безумные регуляторные акты, прежде всего, все, что касается найма на работу, вот, сейчас, как бы, жизнь сама заставила, что, в принципе, уволить можно любого работника, где он, пожалуйста, вот, эту систему надо сохранить, пожалуйста, так работодатель будет произвол проявлять, ну, извините меня, но какой работодатель выгонит хорошего работника, то есть, он безумец, ну, значит, он безумец, то, что сделает, что он безумец, он в любом случае поступит, никогда такого не бывает, чтобы работодатель выгнал хорошего работника, это невозможно, вот, они платят мало, эти мы с вами разговорчики знаем, бессмысленно их анализировать, это надо все убирать, и тогда, если не будет счастья, то будет постепенное восстановление, тогда можно говорить о более, вот, таких вот глобальных вещах, о которых, вот, и Ярослав Романчук говорит, большая умница, вот, об учебалютности, о всем прочем, о реформе банковского сектора, хорошо бы, конечно, убрать центральный банк, но кто будет иметь дело, то есть, с Украиной, если у нее не будет центрального банка, это за что надо сказать, ну, понятно, до сегодняшнего этапа это невозможно, поэтому мы, как люди либертарианские, должны понимать, что сегодня можно сделать, а чего сегодня сделать нельзя, а теоретически надо думать о том, как нам жить без этого, это правильно, вот, надо толстые книги писать, если кто-то будет покупать, финансировать, их работа, хотелось бы, но вот, нет человека, который бы хотя бы вот так систематизированно продолжил бы труд Мизиса, Мизис, я понимаю, надеялся, что Роберт, как ученик его, вот именно в таком, но Роберт увлекся больше другими вопросами, такую книгу. Более интересными, более объемными. Да, оно более интересное, более веселое, потому что, ну, что там про аксиологию читать, Мухлидов, большинство не читает, а когда рассуждаешь, там, этика свободы, там, понимаете, самопринадлежность, ну, тут все специалисты, пожалуйста, а экономика, экономика, это сложно, а философия, идеология, тут все умные, пожалуйста, каждый рассказывает, поэтому, ну, вот, жаль, значит, кто-то должен продолжать, потому что, конечно, человеческая деятельность, эта идея должна развиваться, надо взять серьезные труды на эту тему, будем надеяться, появятся такие люди, может, кто-то нас слушает, скажет, я вот продолжу дело. Да, я вот, учится у Михаила Чернышева, поучится у него в Институте свободной экономики, и пойдет. вот у него есть люди, да, конечно, великое дело, делают люди, с чем-то, можно там не соглашаться, но там есть люди, которые вот слушают, хотелось бы тоже их вот видеть, послушать, как они теперь понимают теоретически, как они собираются дальше вот это все развивать, причем в моем представлении, что все равно базой является экономическая теория австрийской школы. мы, к сожалению, вот так получается, ну, потому, потому, что я тоже по своему каналу вижу, как возьмешь какой-то вот либо теоретический экономический вопрос, или даже практический экономический вопрос, типа вот налоги, учета, что такое прибыль, начинают людям все это рассказывать, тяжело, а вот рассуждать вот как бы как космические корабли бороздят Большой театр, или там Бандера, Петлера, Скоропадский, вот тут как-то веселее, тут все спорят сразу, да, у них свое мнение, ну, какое мнение можно попробовать про ксиологию, делатели каталактики, это наука, там все четко, один мой подписчик сказал, откуда, говорит, видно, что австрийская экономическая школа истина, вот, почему же так мало у нее, это самое, тех, кто ее придерживается, я говорю, так обычно, когда истина, говорю, очень меньше всегда, я всегда считаю, что обычно право всегда меньшинство, потому что большинство им манипулирует, он говорит, а кто же доказал, что это истина, я говорю, ну, вот те приехали, доказал, значит, ты же тогда слушай, логику пытайся доказывать, опровергнуть, то есть, как доказывают логически, я логическую цепочку выстроил, где я тут ошибаюсь, дальше на практике смотрят, подтверждается эта практика, экономическая наука, это же наука описательная, а не нормативная, проксиология, каталактика, действовать может и при планах, то есть, как действовать, эти все законы, все это в любом случае существует, из нее вытекает, что хорошо бы свободный рынок, но если его нет, это не значит, что проксиология, теперь, как бы, мы ее не можем применить, можем, наоборот, исходя из нее, мы делаем вывод о невозможности вот такого всеобъемлющего социализма, как, допустим, Мизис говорил, там Хаек, с другой стороны мы должны подходить к этому вопросу, то есть, вот истина, попробуйте чуть-чуть опровергнуть, а вы не опровергаете, а вы говорите, что сегодня это реализовать невозможно, почему, потому что у людей другие взгляды, другой характер, другая история, это да, да, сегодня реализовать это невозможно, ну вот как все, детство человечества, сейчас они поумели, не поднахотите, ну может быть, когда-нибудь реализуется, когда люди немножко поумеют, если, да, если возвращаться к таможенным пошлинам и таможенному союзу, то, к сожалению, мы видим по скандалу с украинским зерном, что с той стороны никто не хочет отмены таможенных пошлин, только стоило завести немножко зерна, причем этого зерна, ну серьезно, там вообще не о чем говорить, один балкер, если кто не знает, рассказывал, в одном балкере помещается пять тысяч прицепов с зерном, пять тысяч в одном балкере, завезли в Европу, ну сколько этих прицепов, ну тысяч, ну две, ну это вообще ни о чем, это, то есть этого зерна на самом деле очень мало, но скандал поднялся такой, что тут вмешались все, уже и правительство, и разговоры, уже сколько всяких идей по тому, какие украинцы плохие, потому что продают дешево зерно, хотя, казалось бы, можно же понять, что, ну некуда его больше девать, ну что теперь с ним делать, порты закрыты, море закрыто, перестать его никуда нельзя, его можно только вывезти, куда можно вывезти, все, тоже нельзя, то есть сидите там со своим зерном, без денег, а мы вам будем лучше с ним посылать. Так просто дадим, вы только нам не продавайте, дешево целый не сбивайте, вот об этом речь, да, это такая, мы же понимаем, как его в Европе сегодня построено, но раз это такая система, значит, в рамках этой системы для этого существует там вот такое огромное здание Министерства иностранных дел, и к нему там еще целый научный центр, работаете, работаете, эти все вещи, даже, прости господи, я советскую систему знаю хорошо, но при этом, когда говорили, решай вопрос, иди и решай, да, да, вот это будет это чисткое решение, чисто, ну, ты там для чего сидишь, а вот ты там сидишь, бабки получаешь и рассказываешь, какие там они все плохие, они говорят, что вы плохие, так договаривайтесь, да, тут рынка нету, вот, но все равно лучше хоть так, чем вообще никак так, как вот сегодня, так как сегодня хуже всего, поэтому ищите способ, да, конечно, никто не хочет сегодня, чтобы дешевые продукты из Украины, сельскохозяйственные и туда пошли, поэтому-ка так и скажите прямо, что не хотят прежде всего воспринимать потому, что у вас здесь еще есть качественные продукты сохранились, там у них уже их очень мало, вот, и эти качественные продукты не хотят, в Америке вообще нет качественные продукты, они довели бы себя до этого, а у вас есть, поэтому, конечно, мы их не пустим, ну так вот, вы же там для чего сидите, ну или тогда, что, замыкнуться, вокруг, понятно, вот это тоже, когда мы говорили о немецких и так далее, в чем было величие маршала с его планом, он торговлю запустил, потому что никакая свобода в рамках одной страны поднять экономику не может, нужно сделать, запустить механизм внешней торговли, поэтому план маршала нужен, но план маршала нужен не в смысле того, что будет кому-то бабки бесплатно раздавать, а в том, чтобы вот этот вот европейская вот эта вот система хотя бы частично стала похожим на тот платежный союз, который тогда придумал, чтобы торговать можно было, хоть так, как тогда торговали, полусвободно, а сейчас, спасибо за рассказ, я вот эти детали не знал, очень интересно. То есть мы еще раз убедились, что мы единомышленники, пусть к нам присоединяются другие. Да, ну что ж, тогда будем сегодня заканчивать, но я понимаю, что еще в конце 90-х, когда я предлагал, что Украине надо просто избирать одного президента, который будет за все отвечать, а потом после окончания его каденции проводить референдум, убить его или оставить живым. Это лучший способ организовать порядок в этой стране. Ну и вообще, идеальное государственное устройство. То есть человек должен работать. согласен очень неплохо. По-моему, в Хазарском Каганате там были такие правила. Там избирали царя на какое-то время, после этого надо были задушить. Это вот такое, может быть, опутанное, по-моему, что-то подобное там было. Ну, мы же не кровожадные. Мы не кровожадные. Предварительное референдум поставить живым человеком. Достаточно просто это вопрос. Да. Ну, кстати, в 2014 году реформа, которая разрабатывалась новой Краиной, судовая система, судебная система, подразумевала ликвидацию всех судов полностью и создание новых, под новым названием, с новыми юридическими лицами и набором туда новых людей. И, на самом деле, это не так. Ну, кстати, идея о том, что нужно набирать судей совершенно по новой системе, и это де юре громадской организации Михаила Жернакова они эту идею пропихивают уже 9 лет. Это не так плохо. То есть, принципиально это ничего не решит. Но, в принципе, это будет лучше. Да, это будет, по крайней мере, освежит каким-то образом эту касту, которая неприкасаема. Мы же знаем, что у нас в стране... Это вообще страшное дело. Там надо реформировать все, начиная с так называемых университетов. Потому что, я помню, какое было юридическое образование еще, допустим, 20-25 лет назад и во что они это сегодня превратили. Ну, да. Так что, даже этатистски тут можно кое-что почистить, чтобы создать потом базу для того, чтобы было хоть с кем говорить. Вот же проблема. Говорить же несколько. А вы говорите вообще не одно. совсем плохо. Я думал, если человек здесь... Говорить... Нет, так нет. То есть, постепенно будем расширять базу. Ну, вообще, с юридическим образованием это вообще отдельная история, что университет Харьковский, не говоря уже об Одесском, Кидаловском университете, ну и он может готовить вообще не знаю кого, кроме юристов. Ну, если кто не знает, я недавно с удивлением узнал, что, например, есть одна из известных пропагандисток в России на канале у Соловьева известного, она из Одессы удрала отсюда в 15-м году, а заканчивала все ту же Кидаловскую академию. А теперь жуткий враг Украины и защитник России. А там вообще клоповник, конечно, страшное дело. Идут был хороший в то время. Там работали специалисты, они были как бы, ну, что там говорить, там потом создавалась так называемая милицейская параллельная академия бандурки, как ее называли начальник милиции. И как бы те, кто стремились на этом деле чего-то там заработать, они шли в бандурки в академию. Но потом так все пошло, что, к сожалению, вот и тут тоже стало так. Поэтому даже разумный этатист должен был бы задуматься над этим. Вот. И предпринять какие-то действия. Поэтому нельзя сказать, что в рамках как бы этатистской системы ничего нельзя улучшить. Можно. у меня, кстати, говорят, чтобы закончить. Есть книга вот этого. Я прошу прощения, сегодня камера не работает настоящая, плохо видно. Вот этот кореец Джун Чанг, лучший друг нобелевского лауреата тигрица злые самаритяне. Вот он про Корею описывает и он говорит, а что? Выгодит у себя в Южной Корее в условиях жесткого государства и абсолютно контролирового рынка. Вон, говорит, что достигли. Так что вы там либералы и прочие либертарианцы потише себя ведите. Вот толстая книга. Сейчас сезу читаю. И у меня вывод как бы такой, что они сделали скачок, сейчас назад откатились. Именно потому, что да, можно всегда с помощью того, что ручкой там что-то покрутить, добиться можно, но нет долгосрочного эффекта. Но в целом умные татисты, вот как эти ребята, их стоит читать, и стиглиться того же. Можно что-то сделать и в этих рамках. Проблема в том, что и этого не делают. И уже когда создается какая-то более-менее система, там вы же уже демократы за свободу слова, хотя мы таких терминов-то не признаем, но ведь давайте хоть поговорим, пока и поговорить не очень-то даете. Так что в смысле, что надо понимать немножко и австрийскую школу. Тогда зная австрийскую школу, можно уже на ее базе строить какую-то философию. А иначе как ее выстроишь? Иначе, конечно, можно легко раскритиковать все эти и напы, и самопринадлежности и так далее сами по себе. Запросто. Вот и частные суды и все прочее. Запросто это критикуется. Но когда у тебя есть теория экономическая, тогда ты понимаешь, что это все выросло не просто так. Сидел и думал, давайте-ка это возьмем и сделаем чат. Не потому сделано. Так что все равно возвращаемся. Может, нам надо в следующий раз теоретический вопрос взять и рассмотреть его так фундаментально. Да, рассмотрим. Тогда в следующий раз обратимся к фундаментальным теоретическим вопросам австрийской экономической школы. Вот у нас уже есть тема, подумаем, о чем поговорить. Но если говорить о Южной Корее, нужно понимать, что в каждой стране есть специфика. Южная Корея это страна, в которой всего три семьи или четыре. У них три или четыре фамилии. Других фамилий не бывает, они все родственники. Соответственно, клановая система, которая построена, если говорить, это близко к тейповой системе, которая на Кавказе или в Черногории. и кланы, которые контролируют и бизнес, и политику. Но способ решения этих проблем, по-моему, Надо всегда учитывать условия страны. Всегда надо учитывать. Иначе ничего не будет. В Южной Корее, по-моему, только два или сколько там президентов не сидели в тюрьме после окончания своего срока. То есть у них в принципе система, когда я считал, что все сидели. Я не помню, нужно посмотреть, но по-моему, там один или два человека, все-таки ему удалось не посидеть. Но это скорее исключение из правил, чем правила. Поэтому у них был президент, набрал денег коррупционных и пошел в тюрьму. Очень серьезно. И вот это одна из причин трагедии Саакашвили состоит в том, что он совершенно не понимал, куда он попал. И так вот получилось. Ну и теперь Саакашвили его вообще выманили в Грузию. Теперь Саакашвили это личная трагедия очень тяжелая. И вот она началась, к сожалению, с того, что он и понял, куда он попал. Что нельзя так, надо иначе. Кстати, говоря, в Грузии тоже нельзя было так. Поэтому вот так вот и получилось. выдающийся человек много сделал трагедии. И тут мы можем сказать еще одна проблема о том, что все-таки варяги не помогут. Не в нашей стране, ни в какой другой, потому что в каждой стране есть специфика. И когда вы приглашаете людей из-за границы, которые приезжают со своими правилами, совершенно с вами согласен. И эту легенду о том, что Земля наша благодатна, но порядка в ней нет, придите и правьте нами, она не работает. Это всего лишь легенда, вписанная Нестору летописцу позже. Вообще даже позже он этого и не писал. Да, это даже не он говорил. Да, ему даже позже это вписали, для того, чтобы оправдать на времена Екатерины, для того, чтобы оправдать правление на немцев. Все равно приходите правили, толку как бы не получилось. Нет, то что получается так, сами вы себя как бы сформироваете, чувствуете себя как народ, как политическая нация, поэтому сами собой и управляйте, а прийти может только захватчик, больше никто другой не придет. Поработитель, он вам покажет ребятарианство. Как и не только ребятам, он принесет все свое с собой. не стоит когда-нибудь. Поэтому мы боремся собственно и воюем для того, чтобы захватчики не пришли. И далее и соответственно хорошо, все, будем сегодня заканчивать, большое спасибо, сейчас поговорили. Может быть у нас был такой разговор сегодня абстрактный и несколько спонтанный. Ну, острые темы мы затронули, согласитесь, очень много. Но я думаю, что полезным для тех, кто нас посмотрел, кто нас досмотрел до этого места или не с первого раза дослушал, но дослушал. В общем, все, кто дослушал, все молодцы. Все, кто еще не подписался, нехорошие люди, подписывайтесь на наш канал, а то я Бориса Савича, мы своим каналом Бориса Савича не можем догнать. У него больше подписчиков, чем у нас, в три раза. И это нехорошо. Мы с Славой сочтем, я буду передавать. Я буду сроки своих передавать, если захотят. Хорошо. Поэтому подписывайтесь на наш канал. А кто не подписан на Бориса Савича, подписывайтесь. В описании сразу после имени Бориса Савича стоит ссылочка на канал Неизвестная экономика. Поэтому подписывайтесь, не стесняйтесь, ставьте лайки, дизлайки, спорьте, спорьте с нами, спорьте между собой. Но только давайте понимать, что мы участвуем. Сразу определитесь, в чем мы участвуем, в дебатах либо в дискуссии. Потому что если мы участвуем в дискуссии, то мы хотим что-то другого нанести. Если в дебатах, то нужно кого-то победить. Ну, то есть просто определимся, в чем мы участвуем, а в чем не участвуем. Вопросы задавайте. Если что-то непонятно из того, что говорили, проще задать вопросы. Я из того, что говорю, готов пояснить свою мысль. Да, задавайте вопросы в комментариях, задавайте вопросы вообще, где будет удобно. Можно на Фейсбуке, можно здесь, можно и у Бориса Саевича на канале, можно на нашем канале. То есть, возможно, технологии дают массу возможностей, главное ими уметь пользоваться и не отставать от прогресса. Все, спасибо большое, на этом будем заканчивать, а то мы еще можем очень долго говорить и всех утомим. Поэтому всем спасибо, спасибо большое, Борис Саевич, еще раз и заканчиваем.